Я преподаватель политического факультета, преподаю я экологическое право и земельное знало. Очень интересная дискуссия. И вот я хотела бы в предложении, как раз того, что вы прямо сейчас сказали, то, что вы обсуждали, хотела сказать следующее, что, конечно, вот эти конференции, которые сегодня упоминались, это конференция Пьенда-Жанейвира, Старковская конференция, на которой были приняты две декларации по международной декларации по охране окружающей среды. И в Пьенда-Жанейвира была принята концепция устойчивого развития. На этих двух конференциях, по всему почву, обсуждались вопросы. Это с причиной экологического переезда и пути выхода экологического переезда. Ну, причины, вот, было у нас много достаточно причин. Конечно, первое, что приходило к ООО, это рост народного населения. Но, конечно, в случае этих совершений, мы же по другому выводу. Крыть другого. О том, что причиной экологического кризиса, глава его, который мы сейчас наблюдаем, было все-таки техногенный тип экономического развития. Что значит техногенный тип экономического развития? Это значит, что экономические интересы общества ставятся выше экологических возможностей природы. То есть, в противовес вот этой концепции техногенного развития, которое было присуще и капиталистическим сторонам, и социалистическим сторонам, как раз была выделена эта концепция устойчивого развития. Ее конечная цель – это сохранение гробной среды для последующих поколений. Конечно, сделать это очень сложно, потому что для этого нужно изменить менталитет человека. То есть, изменить, как вы себе с вами говорили, отношения человека к природе. И поэтому было предложено следующее, собственно, как можно это сделать. Во-первых, ввести обязательное воспитание и образование. Действительно, это вообще, говорю, очень важно. Но этот процесс очень деятельный. Но есть еще две меры, очень такие действенные меры, которые все-таки в последние десятилетия все-таки они возымели свое действие. Это экономические меры, материальная заинтересованность в том, чтобы просчитывать экологические риски, и материально заинтересовать пользователя, охранять окружающие средства, сохранять природные ресурсы в меньшей степени, загрязнять и так далее. Иначе они потом просто будут больше платить для того, чтобы получить какие-то материальные блага от использования природной среды. И второе – это, конечно, введение специального экологического законодательства. Это правовые меры, то есть ввести, установить правовые меры по использованию природных ресурсов, учитывая вот эти все экологические риски, учитывая последствия воздействия на окружающую среду, и установить ответственность за невыполнение и исполнение цифровых мер. Таким образом, международным словом, что было предложено ввести в это обязательное экологическое воспитание и образование, и создать у себя специальное право, вот экологическое право. У нас в 1991 году был принят закон об охране окружающей среды, сейчас у нас действует второй закон об охране окружающей среды. Эта закон о становлении принципов нашего экологического законодательства. Сюда включены три важнейших международных принципа, которые как раз были отражены в декларациях по охране окружающей среды. Международные декларации – это право каждого человека на благоприятную окружающую среду, право на достоверную своевременную информацию и состояние окружающей среды, и третье – это право размещения вреда и ущерба. Вот эти три разнополагающих таких принципов международных, они тоже сами запретены в нашем законе об охране окружающей среды. Но помимо этого, значит, на чем построено наше, я просто очень кратко, наше время осталось влагом, зачем построено наше законодательство? Построено оно, прежде всего, на то, на так называемой презумпцией опасности и другом измечаемого воздействия на окружающую среду. Это значит, что любой шаг человека на земле уже опасен для природы, для природы земли. Поэтому, прежде чем утверждать какой-то проект, какой-то хозяйственной деятельности, или какой-то план хозяйственной деятельности, нужно оценить, как это воздействует, последствия этих воздействий. Поэтому мы введем следующий принцип – это обязательная предварительная оценка воздействия. Предварительная оценка воздействия у нас производится на основе проведение государственной экологической экспертизы, независимой общественной экологической экспертизы. После того, как это оценено, это воздействие, дается разрешение. У нас теперь, в отличие от того времени, когда был Советский Союз, у нас теперь городопользование может разрешить на эфирате. То есть дается разрешение на определенные деятельности. В этом разрешении обязательно указывается объем воздействия на окружающую среду. В каких случаях разрешается такой или лимит воздействия на окружающую среду? В том случае, если этот лимит соответствует так называемым нормативам качества окружающей среды. Поэтому наше законодательство ввело государственное нормирование. Это фактически обязанность государства регулировать хозяйственную деятельность с учетом экономических последствий. Значит, таким образом, лимитирование разрешено на процент воздействия. И, кроме всего, у нас создана специальная государственная специальная оборудование, которая отвечает, каждый отвечает за использование того или иного объекта. У нас объекты многие используются в большинстве ресурсов. Это водные ресурсы, это леса. Действительно, здесь правильно сказали, что в Кесарно занимают 63% нашей территории, это наше богатство. И каждый управляет, каждый управляет, каждый управляет своим ресурсом. Даже водными ресурсами, лесом, ледром, землей и так далее. И отдельно созданы органы контролирующие, которые контролируют о соблюдении вон экологического законодательства. Кроме того, законодательство, я расскажу, что я думаю, еще следующее в порядке. Это обязательно, так называемый, мониторинг. Мониторинг – это система наблюдений за качественным состоянием окружающей среды, за источниками вредного воздействия. У нас все источники подлежат обязательно государственной регистрации. И в настоящее время, вот поправки, которые были внесены в наших оконодательствах в прошлом году, они установили, во-первых, создание единственной системы мониторинга на территории Российской Федерации, и создан государственный фонд данных мониторинга. Вот данный мониторинг – это государственный информационный ресурс, который использует в своей деятельности не только органы власти, но также физические и юридические лица. Закон об охране окружающей среды установил наши с вами права. Права и граждан, и их объединения, и это, прежде всего, вот я хочу еще раз подчеркнуть, это право на своевременную и достоверную информацию. А информацию получают как раз в результате вот данных, полученных вот в результате вот такого проведения исследований по состоянию окружающей среды. Я хотела бы еще остановиться, знаете, на связи следующем, это очень интересно, у нас получается ситуация в нашей стране, у нас большая страна, да, и поскольку я преподающая земельное право, то я хочу сказать следующее. У нас вообще весь наш земельный фонд, он делится на 7 категорий земель по целевому назначению. У нас есть земли в сельхозяйственном назначении, земли населенных пунктов, земли лесного фонда, водного фонда, земли особо охраняемых грунтных территорий, это заповедники, заказники, лечебные местности и курорты. Вот, и, значит, каждая земель, она занимает определенную площадь в нашем земельном фонде. Вот у нас земли по селе, земли населенных пунктов, это там, где мы с вами живем. Это всего лишь навсего, это целый 0,3% в нашей среде. Ну, и можно сюда, конечно, в какую-то степень будет включить еще земли сельхозназначения, но земли сельхозназначения, это все-таки те земли, где выращивается сельхозяйственная культура, везде живых населения, но это, в общем-то, небольшой процент. Так вот, самая плохая, плохая, действительно, экономическая ситуация, это именно на 1,5% территории. Остальная часть, у нас, кстати, 2,3 нашей территории, это зона вечной злоты, где вообще достаточно мало проживает вообще народ, и вообще есть огромные территории, вообще никакие не злоты. Поэтому, как средняя температура по полиции, у нас вообще на нашей территории более-менее, очень нормальная, такая хорошая, более-менее обстановка экологическая, по сравнению с другими странами, между европейскими странами, действительно, на маленькой территории, в общем-то, имеется очень высокая плодность населения. А просто плохая, действительно, афратитная экология, у нас и там где крупные города, и там где мы сами живем. Вот, это такой вот очень, в общем-то, интересный факт. Теперь я хочу нам помнить, вам не сказать, может быть, вы не знаете, что у нас 27 декабря, и следующий год, объявлен годом экологии в нашей стране. Поэтому, вот, правительство, у нас были перемены по проведению этого года. Фактически запланированы, во-первых, посадки новых лесов, запланированы предприятия по очистке водных ресурсов, потому что у нас, конечно, сеть и загрязнений достаточного собра, там, где мы с вами живем. Расширены территории особо охраняемых объектов и особо охраняемых, такие как запоминники, заказники и так далее. В общем, целый пункт на сегодняшний день утвержден мероприятие по действительно улучшению экологической обстановки. Но, конечно, я должна, кстати, сделать следующее, что, к сожалению, у нас вообще законодательство экологическое, оно очень обширное. Много заходов, много подзарованных, но, к сожалению, не всегда исполняется. Вот это, я считаю, состоит в проблеме. Потому что очень часто люди говорят, ну, что у нас законодательство экологическое, оно такое слово. Оно не слабое, оно как раз очень обширное и, в общем-то, затрагивает абсолютно все области нашего воздействия вот на природу среду. Если бы это судьба далась. Конечно, я была очень счастлива и рада. Я думаю, что все могли бы рады, если бы тот план, который сейчас на сегодняшний день принял в нашем правительстве под экологией, исполнялся бы. Но у меня есть некоторые сомнения, потому что сейчас у нас сложности, конечно, с нашим бюджетом, с деньгами. Не знаю, как это получится, но пока нет, планы такие есть. Так что я хочу сказать, что все-таки действительно законодательство, оно должно в какой-то степени все-таки ограничить вот это вот неблагоприятное наше с вами воздействие на окружающую среду и все-таки привести к тому. Я тоже так считаю, что в конечном счете все-таки людей заставит жизнь действительно носиться более бережно к природе. А что касается образования и воспитания, то у нас, к сожалению, это образование и воспитание тоже не очень разумное. И хотелось бы, чтобы все-таки здесь какие-то были сделаны такие шарики, в основном того, чтобы это воспитание и образование действительно вот обязанность воспитания людей, она все-таки соблюдалась. Ну вот, пожалуй, я вот, так сказать, очень кратко, и у меня было больше, ну, сейчас уже больше, чтобы я был материал, я хотел вам так показать. Фотографии телеза из космоса сделаны действительно реально, вот, показаны, как бы, что-то обничтожаем прирост. Получают потрясающе слышно снимки, я считаю, все это делали. Вот. Я считаю, что если бы, вот, больше проводилось таких, каких-то обсуждений с молодежью, так, я знаю, теперь... Давайте покажем, то есть минуты есть, и сейчас покажем. Подесят. Очевидное. Если бы все показать, если вот так вот сегодня показывали, все вообще его покажут. Знаете, вот, интересно, что в 1991 году Продолжение следует... 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 не повышалась температура, не повышалась выше 1,5-2 градуса, потому что дальше уже будет катастрофическая совершенно ситуация, когда тает леды, все затопит и так далее. И вот здесь вот как раз показано, каким образом, видите, как тают ледники, как они сокращают все из космоса. Вот здесь вот то же самое, Арайское море в Азии, 2000-2014 год, засуха. Вот это тоже фактор глобального изменения климата, вы видите, сколько всего осталось, всего лишь навсего от Арайского моря. Следующий, тоже в Соединенных Штатах, тоже самое здесь видно, озеро, фактически оно все высыпало. Вот период, видите, с 1999 по 2013 год. Дальше еще вот фотографии, следующее. Леса. Ну, леса, у нас вот, леса на Южной Америке, они были, в общем-то, как бы, дёртели нашей планеты в свое время, да? Потом практически все, сейчас вот, ну не все, но, по крайней мере, большую часть уничтожены, действительно сейчас все уповают только на наши леса, потому что, действительно, у нас здесь опыт много шерты и позиции той занимает, как я говорила. Как вы видите, вот какой вес по изменению. Ну, а здесь, просто я, постой, постой, я не очень запомнила имя этого фотографа, то есть, естественно, еще фотограф, Мили, Даниэль, который постоянно снимает, вот такие, делает такие красивые фотографии, которые как раз свидетельствуют о том, как мы с вами активно изменяем окружающую среду. Ну, вот, как вы видите, здесь с ним китающая надежда в восстановлении колонии, он как-то очень неоптимистичен в этом плане. Вот здесь вот показаны, вот, куски льда, корона нападает стеблокое озеро, льнякул по крови. То есть, это все уже растаяло, и остались только, видите, вот кусочки льда. Дальше, то же самое льдник, это вот льдник, светлый вот эти вот сейчас льдник, и видно, как он тает, видно, как холод. Вот, значит, он начинает таять, и видны вот эти вот водные потоки. Это то же самое. Ну, здесь вот все подписано, вы можете почитать. Здесь смесь первого стажа, который просто ускоряет, повышается операционную, ускоряет таяние льдов. Вот, здесь тоже вот бассейны талой воды, в низиновом виде, в покое Грибанде, в августе 2014 года. То есть, вот эта вот белая часть, это льдник, это льд, и другая часть, это уже вода. А это, я даже не записываю себе, как это было заснято, честно говоря, вложила Старкедельные бригады. Сильный засух, как это было снято, я даже не могу понять, ну, по крайней мере, это уже агент с примером того, что вот, делаю мне с вами, делаю мне бездумно. Я хочу в последнее, буквально, в заключение сказать следующее, что, к сожалению, действительно, вот, да, я начала сказать, что у нас в 2021 году, когда был принят закон об охране окружающей среды, примерно до 2000 года у нас действительно придерживались вот этого обязательного воспитания и образования, то есть в средствах массовой информации подавались газеты. Было много газет, они поправили, все было гимнесские, были передачи по телевизору, которые были посвящены охране окружающей среды, как-то это все воспитывали людей. Потом это все прекратилось, сейчас практически вы не купите, то есть купить можно, конечно, газеты, но газету можно купить, вот, например, тоже «Зеленый мир», а их можно не подсосновать даться. То есть сейчас, как-то, стали меньше обращать на это внимание, но если вы, вот если я сегодня присутствовала, как бы первый раз на таких обсуждениях, если будет чаще вот эти были обсуждения среди молодежи, среди детей, то я уверена, что все-таки это произвело бы свои действия. И кроме того, в начале, я работала в КУ, и в начале 90-х годов, когда, опять-таки, вот у нас был принят закон, стали обучать к нам, приезжали директора каких-то там заводов, каких-то предприятий, и мы им читали лекции, то есть их как бы обучали, им тоже показывали, вот, насколько важно все-таки при принятии каких-то хозяйственных решений все-таки думать об экологии. И сейчас, опять-таки, конечно, этого нет, и проблема вот во всем есть получается в том, что все-таки человек никак не поборол свое вот это стремление в первую очередь получить какую-то прибыль. То есть все равно, даже с момента законодательства, все равно экономические интересы ставят выше экономических возможностей, к сожалению. Но когда-то я согласна, что тоже говорят, я думаю, что маленький прощался в другую сторону. Спасибо. Спасибо.